Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по этой удивительной стране кулинарии. С вами в студии Владимир Нечаев. И я хочу напомнить тем, кто не смотрел наши передачи предыдущие по этой теме. Дело в том, что мы будем сейчас рассказывать и говорить, вернее я буду рассказывать и говорить, о тех традициях, которые сложились уже в конце 18-го, начале 19-го века. Так вот, к этому времени произошло такое расслоение общества. То есть, ну, естественно, цари, императоры, их окружение, дальше вельможи, далее шли дворяне, это как бы, так сказать, ну, высшая прослойка, потом шли купцы, казаки, крестьяне, и обособленно, значит, была кухня монастырская. Так вот, в прошлой передаче мы уже поговорили о том, чем питались вельможи, дворяне, какие у них были условия, какое меню, какие привычки, а сейчас мы перейдем к купцам. Так вот, дело в том, что купцы тоже были как бы разделены. Были купцы бритобородые, то есть это купцы, которые хотели как бы, ну, быть более ближе к дворянам. Иногда даже были такие случаи, что поскольку дворяне иногда разорялись, то вот эти стригбородые купцы пытались выдать свою дочь за какого-нибудь дворянина, даже самого бедного, но чтобы получить дворянство. И у них устои были одни. А вот были еще такие купцы, которые назывались купцы с окладистой бородой. То есть это вот то, что нам привычно, вот такая огромная борода. Вот они придерживались традиций отцов и дедов. И это все, естественно, выражалось и в образе жизни, и в том, значит, в блюдах, которые они ели. И поэтому график, допустим, так будем грубо говорить, принятия пищи был тоже разный. Вот это вот молодое поколение остриженных бород, а они вставали достаточно поздно, где-то часов в 9-8. И поэтому, значит, ну, первым делом это был чай. Им приносили чай где-то часов в 12. Это был завтрак. Ну, завтрак в основном состоял из щей, какой-то каши, обязательно пирогов и кулебяк. Вот такой был, на наш взгляд, достаточно тяжелый завтрак. Но, на их взгляд, был достаточно легкий завтрак. Далее они занимались своими делами. После этого, значит, в 5 часов вечера был обязательно обед. После этого, значит, когда этот проходил обед, он был достаточно обильным. Обязательно были щи с мясом, растягай, осетрина, красная икра или черная паюсная. То есть стол был очень-очень и очень богатым. После того, когда вот застолье это заканчивалось, то хозяин дома выпивал чай обязательно. И потом отправлялся в это время уже были организованы и на Москве, и в других городах, и в Твери, и в Петербурге. И в других крупных городах были вот такие вот организованные купеческие клубы. Что это такое? Вот эти купеческие клубы, значит, туда приходили купцы. Естественно, они вносили первоначальный взнос. И должен был входной билет, который обозначал, что вот данный купец является членом этого купеческого клуба. Но, значит, он вносил определенную плату, поэтому ему были скидки. Но он мог пригласить туда своих друзей. Так вот эти скидки на друзей не распространялись. То есть, допустим, купец приводит своих друзей. Там два-три человека, ну, там пять человек. Так вот, то, что заказывает купец, а такая была, ну, как бы традиция, вот купец, имеющий вот этот вот членский билет, он заказывал отдельно. И тогда ему, значит, была скидка. А вот те гости, которых он пригласил, они заказывали отдельно. И каждый расплачивался самостоятельно. То есть, платил не со скидками, а как было написано в меню. Стоит там стерлить столько-то, значит, он за нее и платил. Другое дело, бывало так, что купцы, хотя они были и богатыми, но они были, как их называли, хитрованами. А почему хитрованами? Сейчас объясню. Потому что они могли пригласить там двоих-троих друзей. А, значит, купец заказывал там себе какие-то блюда, дорогие достаточно, и ему полагалась скидка. А друзья, которые с ним пришли, они заказывали самые копеечные блюда. А поскольку блюда были большие по объему, то есть одному человеку съесть это было практически невозможно, то купец с ними делился. И поэтому выходило так, что и друзья были довольны. Единственное, что потом уже, гораздо позднее, стали просто смотреть, кто что ест. И были специальные люди, половые, как их называли, они просто наблюдали. Допустим, купец заказал тот, который имеет членский билет, он заказал себе осетра большого такого. И когда он делился с друзьями, то потом ему предъявляли претензию. Типа того, что вы для себя заказывали, я хочу осетрины, говорил купец. Так вот, пожалуйста, давайте мы вам просто принесем порцию осетрины, а не целого осетра на огромном блюде. А вы потом делитесь с друзьями. А друзья там, ну, так грубо говоря, заказали себе посалатку из капусты квашеной, которая стоила вообще там две копейки, полторы копейки. А ели все. Вот такая была служба уже наблюдений или служба безопасности. Уже в то время она вот начинала развиваться. А вот те купцы, которые с окладистыми бородами, они хранили традиции своих там прапрапрапрадедов, начиная еще от Алексея Михайловича, то есть даже в допетровское время. У них были свои устои. Вставали они очень-очень рано, где-то часов в пять-шесть утра. Раньше не было такой традиции чая. Чай потом как бы вошел в русскую, особенно в московскую традицию. И поэтому, значит, им приносили квас. Позднее уже приносили чай. Обязательно. Самовар. А вот они, значит, пили чай. После чего они занимались делами. То есть шли в свои лабазы, в лавки там. Все это организовывали. Значит, потом был второй завтрак, который начинался в районе одиннадцати-двенадцати часов пополудни. Ну, завтрак, что туда включалось? Обязательно пирожки какие-нибудь. Обязательно мясо. Обязательно назывались такие вот дымящиеся щи. Что это такое? То есть это щи с большими кусками мяса, которые держали специально до прихода хозяина в растопленной печи. Они должны быть обязательно горячими, с большим куском мяса. После этого купец, то есть хозяин, отдыхал какое-то время. Ну, кстати, такая традиция есть и в Испании. Ну, в жарких странах, вот особенно в странах Средневой, в Греции, такая сиеста. Ну, в русском языке такого слова сиеста не было. Но вот после этого завтрака купец отдыхал, спал один-два часа. Потом он вставал и опять шел проверять, как идет его, ну, современным языком говоря, бизнес. И еще была одна такая особенность. Обычно вот эти вот бородатые, так, грубо говоря, купцы обязательно приходили на ужин, который состоялся в пять часов дня. И вся семья должна быть в сборе. И когда хозяин садился за стол и приносили еду, а еды было достаточно много, то без его, так сказать, приказа никто не мог прикоснуться к еде, как бы он голоден не был. Поэтому, когда вот глава семьи, значит, брал ложку, ударял по столу, все, так сказать, напрягались, готовились. И как только он делал первую, так вот, первую ложку брал, еды их там, в основном это щи были, тогда уже остальные подходили. Вот по поводу ложек. Дело в том, что уже в это время и в дворянских семьях, ну, я не говорю уже о вельможах, появились серебряные ложки, золотые там ложки. То вот эти купцы-бородатики, как я их называю про себя, они пользовались только ложками, так сказать, деревянными. Вот сейчас я вам покажу такую картинку, но это были не просто деревянные ложки в нашем понимании, а видите, каждый купец пытался сделать из этой деревянной ложки произведение искусства. И были такие мастерские, которые назывались ложечники, и вот они все это вырезали по заказу хозяина. То есть это не просто была крестьянская деревянная ложка обыкновенная, а вот такая. Потом еще выбиралось дерево, из которого сделана эта ложка, потому что считалось, что именно дерево дает пище особый вкус даже тем же щам. И поэтому ни алюминиевые ложки, ни серебряные, ни даже позолоченные, хотя купец мог себе это позволить, не пользовались почетом. И единственное, что когда эти приборы, а естественно они были у них, когда приглашали каких-то вельмож, господ, то тогда подавали вот эти вот, как они говорили, железяки. Ну, железяки это серебряные, позолоченные, мельхиоровые, так сказать, вот ножи, там вилки. А так это называлось для них железяки. И считалось, что от этих железяк вкус еды портится. По поводу чая. Чай пили постоянно. Но вот в Санкт-Петербурге, допустим, чай пили меньше. В основном этим славилась Москва. И поэтому многих московских купцов называли московской водохлёбы. Потому что чай могли пить утром, днём, среди белого дня, вечером, вплоть до 11 часов. И вот эту традицию, вот чай питья, Москва сохранила вплоть до вот нашего времени. Потому что когда... Ну, правда, сейчас, когда приходишь в гости, но первое слово, если вы так вот вслушаетесь, вы сейчас не обращаете внимания. Я раньше не обращал внимания. То когда приходишь в гости, первый вопрос говорит, чай-кофе? Не кофе-чай, а чай-кофе. То есть чай бы как бы на первом месте. И вот замечательная картина Кустодиева. Сейчас я вам её крупненько покажу. Купчиха за чаем. Так вот, в чём отличие? Вот вы заметите, что она держит вот такую вот плошку. Дело в том, что у дворян и у вельмож, когда подавали чай, нельзя было дуть на чай, чтобы не обрызгать сидящих рядом. Нельзя было выливать чай из чашки в блюдце, что вот, в принципе, в купеческой среде считалось нормой. То есть чай наливали в блюдце, потом дули очень сильно, прихлёбывали, потом вот грызли сахар очень громко. Вот в дворянской среде это было не принято. Это считалось моветоном, плохим тоном. И поэтому вот, а в купеческой среде это было нормой. И иногда бывали такие случаи, что, допустим, купеческие дочки, они как бы старались уйти из этой среды и старались подражать дворянам, дворянкам, молодым девушкам. И они говорили, папа, там это неприлично, ещё что-то. Ну, если помните такой замечательный фильм «Женитьба Бальзаминова», где Гурченко играет, где Жанна Прохорова играет, где Вицын, конечно, играет. И вот они там под дворянок. И Николай Крючков, открывая глаза, так сказать, с большого похмелья, говорит, а это кто такая? Она говорит, это моя подруга из дворянок, что ли? Нет, из купеческой. Ну, тогда и пошли вы. Вот чай он прихлёбывал. И были такие случаи, что... Такие, ну, занимательные такие вот вещи, интересные, что однажды пригласили, ну, каких-то дворян. Ну, правда, обедневших чуть-чуть, ну, для сватовства. Для того, чтобы этот купец, достаточно богатый, значит, хотел, чтобы его дочка получила дворянство. И чтобы он получил дворянство. Это всё-таки высокий статус такой. И позволял многие вещи делать. Там, подписать какие-то бумаги или ещё что-то. Открыть дело, расширить, вернее, дело. Так вот, и когда вот было это такое, ну, сватовство, что ли, так будем говорить. И он по привычке, значит, напротив сидел будущий, ну, тесть. И он налил в блюдце горячий чай из самовара. Естественно, сторона, которая сваталась, она была, ну, немножко смущена, так будем говорить. Но поскольку чай был очень и очень горячий, он взял это блюдце и стал дуть. И дунул так, что вот этот весь чай попал, значит, на лицо и на одежду вот этих будущих сватов. Они поднялись и сказали, вот с таким мужланом, типа, мы не собираемся дружить. Вот вроде какая-то мелочь, но в результате дочь потом выдали за купца. Она потом очень долго не разговаривала с отцом, потому что вроде как вот этот брак сорвался. Из-за простой вот ерунды какой-то, да? Вот, ну, просто по привычке взял, ну, представляете, такого русского купца, который со всей мощи дунул. Естественно, в блюдце ничего не осталось, а все осталось на одежде, на лице вот этих сватьев, так будем говорить. Так что вот такие вот были обычаи. Далее, по поводу вот сословия купцов. Мы, я о них поговорю чуть-чуть попозже, в следующей передаче, потому что благодаря купцам на Москве и вообще в России появились ряд заведений питейных или, как говорили, питейно-едальных, но об этом позже, в следующей передаче. А сейчас мы пойдем дальше по вот такой вот социальной лестнице. Вот, мещане. Существовала еще вот такой вот, ну, как бы прослойка такая, которая вроде и не купцы, и не крестьяне, а мещане. В принципе, их рацион не отличался от купцов, но был гораздо скромнее, потому что у них не было таких финансовых средств. И поэтому, значит, мещане пытались подражать купцам или подражать дворянам. Но подражать дворянам было очень сложно, потому что финансы им не позволяли. Так вот, что такое вот мещане? Вот такая большая-большая-большая прослойка. Мещане, они питались скромнее. Что в их рацион входило? Ну, во-первых, щи, каши, пироги. Но пироги и не с мясом, и не с севрюгой, там, не с рыбой какой-то дорогой. А в основном это были щепостные и пироги с капустой. Летом это были сладкие пироги с малиной, с клубникой. Иногда, иногда, иногда они позволяли себе жареную картошку. Ну, еще одна была у них особенность, вот у этой прослойки, что на завтрак, естественно, чай. Это было бесспорно. Чай, ну, правда, сахар, так сказать, был ограничен. То есть давали каждому, вот кололась эта сахарная голова, и каждому давалось по маленькому кусочку. Если ты очень любишь чай, то ты должен вот этот кусочек, если сладкий чай, растянуть как можно дольше. Если ты в один присест, как говорили, вот схрумкал этот кусочек сахара и выпил чай, потом еще хочешь чай, тебе наливают чай, но уже сахар тебе не положен. Поэтому растягивали. И было такое, значит, или в нагрызку, в нагрызку, это значит грызть вот этот кусочек сахара, или в размочку. А что такое размочка? То есть вот брали этот кусочек сахара, он был достаточно плотный. Это не тот сахар, который там быстро растворимый. Тогда такого не было. Он был достаточно плотный такой. Так вот, значит, обычно кололи такими треугольничками. И вот, значит, вот этот треугольничек сахара опускали в чашку, потом вот как сосательную конфетку, и потом запивали. И вот этот кусочек сахара мог быть рассчитан на 5-6 чашек. Но если вы пьете там 2-3 чашки, вот когда уже понимал человек, что последняя чашка, больше я пить в чай не буду, то он мог сгрызть вот этот кусок сахара и запить его последней чашкой чая. Но в основном делали люди так. То есть, допустим, если он уже чай пить не хочет достаточно, а еще в руках остался вот этот вот кусочек сахара, то его заворачивали в салфетку в льняную и оставляли себе. И иногда бывало, что когда вот были какие-то, ну, большие праздники, все равно выдавалось по куску сахара, то, значит, этот человек приходил со своим кулечком, вот со своим узелком, где у него там сахар сохранился еще с давних времен, и поэтому мог себе позволить вот лакомиться этим сахаром. Вот такие были мещанские традиции. Вообще слово мещане, оно обозначает, что это люди недалекие, и, значит, ну, как бы вам объяснить, ну, такие туповатые и бедные. На самом деле были мещанские семьи достаточно богатые, но им не дозволялось по рангу занимать какие-то должности. То есть, если, допустим, купцы, они занимались своим делом, это их было, ну, они как личные предприниматели, он мог себе позволить. То мещане, это были в основном люди государственные, то есть служащие. И вот эта лестница служебная, она не позволяла им подниматься на очень высокие какие-то посты. Поэтому это был такой вот, как бы, средний класс. И поэтому из мещан практически, ну, в силу вот каких-то там юридических законов или вообще обычаев, они не выходили, не поднимались на государственный уровень. И к ним относились непонятно как, потому что вроде как купца могли уважать, потому что у купца были деньги, у него было предприятие, он мог как-то влиять и даже на политику, он мог подкупить каких-то там госслужащих высокого ранга. То мещане вот такая вот очень странная прослойка. Следующий такой пласт русской истории, вот, так сказать, социальный такой пласт, это были крестьяне. Обычно принято думать, что вот когда там смотришь на какие-то картины или еще что-то, то крестьяне были вообще какие-то забитые, несчастные люди, которые там щелаптем хлебали, есть такие поговорки различные. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что быт крестьян, особенно крепостных крестьян, зависел от благополучия хозяина. А в основном крестьяне, они вели более-менее нормальный образ жизни. Да, естественно, у них мяса было достаточно мало. Но что входило в их рацион? В основном, поскольку пшеница была очень дорогая, хотя в это время уже Россия выращивала достаточное количество пшеницы, что даже продавала в Западную Европу, у них основным, так сказать, вот злаки основные были, это ячмень. Ячмень и иногда гречка. Ну, гречка более в южных районах. В основном ячмень. Так вот, они делали каши ячменные. Особенно они любили ячменную кашу, политую постным маслом. Ну, подсолнечным маслом постным, так будем говорить. А вот на утро, на утро, они, значит, что они делали? Подавались щи. Были щи пустые, то есть не на основе мяса. Или щи серые. А что такое серые? Это тогда, вот, для того, чтобы создать видимость такой сытности, в эти щи, значит, вот, когда их варили, то делали такую затирку. То есть брали ржаную муку, вот, брали эту вот водичку из чугунка или из той посуды, в которой варились эти щи, обливали вот эту вот муку, ее затирали и выливали в этот котел. И такое было ощущение, что они были гораздо сытнее и вкуснее. Кстати, я вам могу просто посоветовать. Если кто-то хочет сделать щи, такие вот именно русские щи, иногда это бывает, особенно в жаркую погоду хочется, вот, холодных таких вот кислых щей, да, то вот сделайте такую затирочку. Это можно просто взять муку, когда у вас там варится капуста квашеная или свежая, но лучше квашеная. И, значит, на сковородочке прожарить муку обыкновенную, не надо ржаную, потому что ржаную найти вы не сможете. Это очень редко. Вот я вот сколько ищу, еще никак не могу найти. В крайнем случае можно взять ржаной хлеб, просушить его. И или истолочь, или пропустить там через мясорубку. Ну, я обычно вот, когда делаю вот такую вот ржаную вещь, я просто беру кофемолку обыкновенную. Вот этот ржаной хлеб до этого я режу такими маленькими-маленькими-маленькими штучками. Это как сухарики. Продают в пакетах. Можно, кстати, взять и сухарики ржаные, если там кто-то любит с чесноком, кто-то с беконом или еще с каким-то наполнителем. Я в основном беру обыкновенный ржаной хлеб, вот реже. Потом я в кофемолке размалую. Получается у меня вот такая вот, ну, не мука и не крупа, потому что промолоть это все до состояния муки трудно. Потом я вот эту вот смесь ржаную, я туда заливаю вот этой вот бульончика этого. Ну, естественно, я варю с мясом. Но кто не любит мясо, может просто так, пустыще делать. И когда вот эта вот жижа получается, получается такой густой-густой соус. Я туда добавляю одну-две ложки томата, томатной пасты. Все это перемешиваю и выливаю вот в эти щи. Они у меня прокипают. И после этого я их охлаждаю. Их можно есть горячими. Горячими лучше со сметаной. А можно так просто холодными. Вот вы приходите с работы, особенно если на улице очень жарко и душно, то очень хорошо прийти домой, открыть холодильник, налить вот таких вот кислых щей холодных. Может даже добавить кусочки льда, если у вас есть в морозилке. И это, во-первых, снимет усталость. Во-вторых, даст вам такое ощущение бодрости. И пропадет вот это вот то, что мы называем, как это лучше сказать, вот ничего не хочется. Вот ничего не хочется. А вот съедите вот такую вот тарелку, миску этих щей. Вам сразу захочется жить. Захочется что-то делать там по дому или там друзьям позвонить. А не то, что прийти, упасть на диван, взять пульт и смотреть телевизор. И говорить, боже, как мне все надоело, как я устал. Так вот, вот это вот из крестьянской кухни. И, кстати, почему именно из крестьянской? Потому что все-таки крестьяне, они достаточно много работали. Вставали они где-то в 3-4 часа утра, это летом. Потому что нужно было косить там еще что-то. То есть масса была работ. Ухаживать за скотом, выгонять на пастбище, пригонять. И вот именно вот эти щи, они питали, как бы подпитывали. Даже не столько, если будем говорить, калорийная это была пища. Сколько это было вот здесь, где-то в голове. Что если щей не поел, то ничего не сделаешь. Даже если это были пустыщие. Ну, а в праздник, естественно, щи, ну, старались делать с мясом. То есть мясные такие вот были щи. А еще в праздник вот у крестьян было такое замечательное блюдо. Яичница. Вроде для нас это совершенно вообще простое блюдо, яичница. Ну, что такое яичница? Так вот, не просто это было яичница, это было праздничное блюдо. Как оно делалось? Белый хлеб был очень дорогой. И практически в семьях крестьян он не присутствовал. Но для вот какие-то праздники там, великие, я имею в виду праздники, может быть, домашние, но, скорее всего, это церковные праздники, устраивался стол праздничный. Вот подавали яичницу с большой-большой-большой сковородки. Делалось это так. Вот специально покупался белый хлеб. То, что мы называем нарезной батон. А почему нарезной? Потому что его нарезали. То есть у нас этот батон просто вот такие вот разрезики, называется нарезной. А вот там тогда нарезной – это который резали. Так вот, можно было нарезать себе, ну, в зависимости от денег, столько, сколько ты хочешь. Можно было купить целый батон. Батоны были разной величины. Так вот, нарезали. А вот нарезали этот батон. Допустим, приходил там человек в лавку и говорил, нарежьте мне пять батонов. То есть это не значит, что это пять батонов просто, а пять кусков. Толщина была тоже определена. Пять тонких, пять средних, допустим, или пять толстых. Вот это резалось, и в зависимости от толщины и от количества вот этих вот кусков стоила, значит, стоимость его определялась. Так вот, вот эти вот куски батонов, они сначала размачивались в молоке, замачивались. Потом обжаривались в масле сливочном. Вот, кстати, это блюдо многие знают. Почему-то это называется офицера. Вот такой хлеб, батон, размоченный в молоке и обжаренный в масле, называется офицера. Хотя к офицерам это никакого отношения не имеет. Это больше к крестьянам. Так вот, после этого, когда вот эти вот ломтики батона поджаривались, потом их заливали яйцами взбитыми. А у кого еще был сыр, то еще сверху посыпалось сыром. Все это ставилось в печку, запекалось, получалось такой пышный, как торт такой. Вот это было очень праздничное блюдо. Ну, а в пост, естественно, они такого себе позволить не могли. И в основном это были домашние заготовки. Соленья какие-нибудь там, соленые грибы, грузди. Делали пресные пироги из пресного теста. И, значит, начинкой служили, если это были посты в летний период, то это были ягоды. В основном эти лесные ягоды были. То есть черника, брусника, еще что-то. А в зимнее время это в основном было или капуста, или же там грибы, там соленые грузди, или соленые опята. Ну, все, что соленые белые грибы. Все, что росло в той местности, где проживали эти люди. А в самый такой жесткий пост, то делалось тюре. Вот что такое тюре? Это или брался хлеб, который размачивался водой, то есть его крошили. Он размачивался водой горячей. И потом делалась такая тоже затирка. Туда добавляли лук, поджаренный на постном масле. Ну, чтобы хотя бы какие, как говорили, скалочки плавали. Ну, чтобы это было вообще похоже на какую-то еду. И вот этой тюре и питались. Ну, в основном еще очень много питались рыбой, потому что рыба водилась в водоемах очень много. И поэтому в пост были рыбные дни. А были нерыбные дни, это когда очень жесткий такой пост, даже рыбу нельзя было употреблять. А вообще в повседневной жизни у зажиточных крестьян, у которых была скотина, то есть или коза, или корова. Эта корова считалась очень, так сказать, престижной иметь корову. Это считалось зажиточным крестьянином. То, естественно, всегда к столу подавалось или молоко с черным хлебом. Кстати, вот я был когда-то в одной деревне. Это уже на юге России, это в Белгородской области. И мне предложили молоко, хотя я, ну, как-то к нему так, ну, отношусь так, ну, есть, есть, нет, нет. И мне предложили вот так, такой завтрак. И мне это очень понравилось. Когда я приехал домой уже в Москву, я сказал об этом жене, она была просто в шоке. Значит, что мне предложили? Значит, кружку холодного молока, который достали из погреба. Также отрезали краюху свежеиспеченного домашнего хлеба. Он еще горячий был. Он, знаете, такой вот рваный был. Потом, значит, крупную такую соль, такую, как крестьянскую, как я называю, а не вот мелкого помола иодированного, а просто вот такую крупную соль, головку чеснока, и вот мне эту вот горбушку, вот отрезканную, натерли чесноком с солью, и вот горячий хлеб с чесноком и солью, и кружка холодного, ну, практически ледяного молока. Слушайте, более вкусного завтрака я не ел. И поэтому, когда иногда мне вот хочется что-нибудь такого, я обязательно покупаю заранее молоко, но это не то молоко, которое вот подоили от коровы, которая питалась свежей травой, ну, какой-то порошковый там еще, но все равно это очень вкусно. Вот видите, я сейчас говорил вам, у меня уже слюна выделяется. Это очень вкусно, попробуйте. Да, необычно. Хлеб, чеснок и молоко. Ну, вот если кто любит поэкспериментировать и попробовать вот такие вот вещи, попробуйте. Понравится, не понравится? Если не понравится, пишите на передачу и скажете, что вот Владимир Иванович предлагает нам какие-то безумные рецепты, которые вообще есть вообще невозможные, эти продукты, о которых он говорит. Ну, это так, лирическое отступление. Еще одной, так сказать, вот особенностью разделения вот этого социума, так будем говорить, являлась армия. Об армии можно говорить очень много. Вот офицерство. Дело в том, что как завтракало офицерство, источников очень мало. Но вообще их, так сказать, рацион разделялся на две части. Походную и казарменную. Вот сейчас я вам покажу картиночку. Это вот походное, походное меню, так будем говорить, что туда входило. Так сказать, обязательно входила каша. Это была или пшенная каша, или гречневая каша. Значит, это раз. Во-вторых, второе. На второе предполагалось что-нибудь мясное. Но поскольку в походах, так сказать, мяса не было как такового, то им взамену или рыбу давали, или еще что-то. Но самое главное, вот почему и до сих пор в российской армии, вот я, когда служил в армии, обязательно на третье давался компот. Помните такой фильм замечательной операции или приключения Шурика? И там Смирнов, которого привозили, так сказать, из вытрезвителя, и когда ему приносили там, он первое ел, второе, он все равно говорил, «А компот?» Так вот, компот обязательно должен был быть в рационе. Компоты делались разные. В основном ягодные, вишневые. Но вот еще что нужно отметить, вот в осенние и зимние периоды компот делали еще из ягод шиповника, потому что там находится огромное количество витамина С. И это как бы поддерживало, то есть не было ни актимы или ничего, а вот это вот компот обязательно, даже если делали из сухофруктов, из яблок, из чего-то, обязательно туда добавляли вот ягоды шиповника, потому что он был богат витамином С, это поддерживало, так сказать, дух и крепость российских воинов. А вот это вот, сейчас я вам картинку показываю, а вот это вот, это уже казарменное положение, в казарме. Что, значит, было в казарме? Давали, значит, закуску. Закуска состояла из селедки и сыра. На первое подавали щи с мясом или борщ, но тоже с мясом. Далее давали битки. Битки – это мясные вот типа фрикаделек таких, тоже из рубленого мяса, обязательно с кашей или с гречневой, или с пшенной, или с овсяной, с любой кашей. Порции были достаточно большие. Ну и, как я уже сказал, перед этим и обязательно был компот. А вот что касается торжественных обедов офицерства, сейчас я рассказывал просто вам о солдатах. Хотя вот то время, о котором я рассказываю, то есть это конец XVIII, начало XIX века, то офицеры, это сейчас существует, вот я когда служил в армии, там офицерская столовая, солдатская столовая, такого разделения не было. То есть офицеры питались вместе с солдатами. Но в определенные дни, были торжественные дни, приуроченные или к победе, или к какой-то дате знаменательной, то устраивались офицерские торжественные балы. Вот тут-то, я даже не знаю, это может плохое слово, тут-то офицеры и отрывались по полной программе. Это была икра, севрюга, осетрина, жаркое, жареные фаршированные поросята. Я уже не говорю о том, что вино лилось рекой, шампанское лилось рекой. Но это были офицерские балы. Но еще такая вещь. Вот рассказать, что там происходило и творилось, очень трудно, потому что все происходило в зависимости от полка, какой был полк, как он был обеспечен. А потом у каждого полка, у офицерского сообщества, был или меценат какой-нибудь, или благодетель. И поэтому вот пиршенство, пиршенство зависело от того, сколько денег на это выделялось. Иногда, ну, это чисто русская мужская традиция, я не знаю, сейчас она сохранилась, ну, по-моему, да, сохранилась. Иногда офицеры, устав от походов или устав от казарменной такой вот жизни, им выделялся какой-то отпуск на один-два дня, там, на три иногда. Они просто во время получения жалования, то есть в день зарплаты, так будем говорить по-русски, они скидывались, сбрасывались и закатывали в какой-нибудь трактир, и там они веселились по полной программе, не жалея денег. Вот, кстати, трактирщики обожали военных офицеров российских. Особенно, если брать, в 18 веке, то гусары, конечно, делали, ну, так современным языком говоря, выручку, годовую выручку за один день, за один вечер вернее. Так что вот такие вот были традиции. А вот в следующей программе мы с вами поговорим о том, что же такое трактиры, что такое рестораны, как они появились, кто туда ходил. Но до этого я вам хочу сказать, что еще был особый, так сказать, пласт социума, это было монашество. Поэтому в следующей передаче я сначала вот остановлюсь на этом, а потом уже расскажу о том, как появились трактиры, что там происходило, чем там питались люди и что заказывали. А пока я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Ильичаев, всего доброго, до свидания, приятного вам аппетита, пробуйте.